О чем бы мы с вами ни говорили, мы всегда с вами мечтаем об одном. Мы мечтаем, чтобы мы жили в мире. Мы мечтаем, чтобы мы все были счастливыми. Мы мечтаем, чтобы мы даже между собой, даже в нашем маленьком пространстве, никогда не ссорились. Урок мира педагог Ирина Александровна начала с басни Льва Николаевича Толстого «Отец и сыновья». Мораль ее проста. Сила людей заключена в единстве. Если действовать сплоченно, то и проблемы будут не страшны. Притча актуальна, как никогда. Напомню, что 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о спецоперации на Донбассе. В соцсетях, на форумах и сайтах идет активное обсуждение последних событий на Украине. Активизировались мошенники, которые закидывают людей ложной информацией. В Федеральном министерстве просвещения считают, что школьникам нужно уметь работать с информацией и различать фейки и правду. Цель этого урока – показать детям настоящее положение дел. Чтобы они верили тому источнику, которому верим мы, взрослые. Чтобы они отслеживали, что не совсем так в тех соцсетях и у тех людей, на которых они подписаны. Чтобы они, по крайней мере, начали задумываться. Потому что что сейчас самое страшное? Самое страшное, если мы сейчас начнем занимать чьи-то стороны. Вспомнили историю, обсудили, что значит добрососедство и сплоченность, посмотрели открытый урок Минпросвещения «Защитники мира», где историки и политологи также помогли разобраться в том, как отличить правду от лжи в огромном потоке информации. Я узнала много информации. И самое главное – это то, что не нужно верить всей информации социальных сетей, и обязательно нужно ее перепроверять. Мне очень не понравился урок «Мира». Они проводятся в нашей школе регулярно, а в наше время это актуально как никогда. И главное, что нужно вынести. У нас сейчас настоящая информационная война. И нужно фильтровать информацию для себя. Очень много фейков и неправдоподобной информации. И ее нужно обязательно перепроверять. Вывод урока «Мира» вытекает из его же названия. Главное – жить в мире, быть внимательными к себе и к своим близким. Анна Тищенко, Данил Сурков, Уллправда ТВ. Данил Сурков, Уллправда ТВ. Продолжение следует...